здравствуйте дорогие друзья меня зовут ника сабрекова я рада вас приветствовать на нашем занятии по пастельной живописи в рамках нашего урока мы будем изображать очень интересный натюрморт с восточным колоритом нарисуем плоды айвы на очень красивым украшенным узорами блюде кроме того мы покажем фактуру дерева на столешнице изобразим в перспективе окно и на примере этой работы мы коснемся таких тем как линейная перспектива и построение эллипсов ну что ж давайте скорее приступим к работе для работы нам понадобится бумага сенелье пастель карт оттенок светло-серый также нам понадобится сухая пастель пастельные карандаши также нам понадобится канцелярский нож для заточки пастельных карандашей может понадобиться бумажная палочка растушевка а также удлинитель для карандашей если у вас есть короткие карандаши также нам понадобится ластик клячка И может понадобиться фиксатив для пастели. Начнем мы традиционно с наброска. Обратите внимание, что оттенок бумаги у нас достаточно темный, поэтому мы можем использовать как белый пастельный карандаш для предварительного рисунка, так и какой-то темный цвет. Я буду использовать вот такой карандаш сепия в карандаше и она по текстуре будет аналогично пастельному карандашу. То есть это тоже карандаш не на масляной или восковой основе, а такой вот сухой рассыпчатый. Пигмент находится в нем. Поставим точку на пересечении диагоналей. Это геометрический центр нашего листа. И далее нам нужно наметить композиционный центр. Я думаю, вы со мной согласитесь, что айва в тарелке является самым интересным в этой нашей работе. Поэтому именно эти объекты будут являться композиционным центром. Если говорить о том, какой именно из фруктов выделяется больше других, я бы сказала, что тот, который находится ближе всего к нам чуть-чуть справа. Соответственно, мы с вами намечаем пока очень такими вот легкими линиями все элементы нашей композиции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Намечаем плоды айвы, намечаем тарелку. Обратите внимание, что мы не стараемся сразу же сделать изображение идеально ровным. Достаточно такого вот чуть грубого изображения в самом начале. Потом мы сможем внести коррективы при необходимости. При этом каждый из фруктов по форме может быть абсолютно абсолютно индивидуальным. То есть мы можем заметить, что в упрощенном виде эти фрукты могут напоминать шары. Но если мы внимательно присмотримся к каждому из них, то увидим такие вот отчетливые грани, которые нам непременно нужно отметить. Непременно нужно изобразить на своей работе. Также мы видим, что вот этот дальний фрукт по форме даже напоминает грушу, то есть более вытянутый. Также намечаем баночку с вареньем на дальнем плане. Возможно, это варенье из айвы как раз. Сверху она перетянута бумагой и вот такой печёвкой. Пока, напоминаю, мы построение не выполняем, а просто намечаем наши элементы. Также в нижней части композиции у нас есть очень симпатичные такие грецкие орехи. Мы их также изображаем и здесь стараемся не размещать орехи прямо на краю листа и не уводим их за край листа. То есть мы их можем разместить чуть выше, чем на фотореференсе. Также хорошо, если они будут располагаться немного на разном уровне, на разной высоте. Ну что ж, далее мы можем наметить границу между плоскостями, между верхней и нижней плоскостью очень легко, так как мы ее в общем-то не видим. И наметим также границу нашей оконной рамы. Эта линия у нас должна быть строго вертикальной и мы можем ее проверить относительно края листа. И далее изображаем толщину оконной рамы. Обратите внимание, что она у нас должна сужаться немножко по мере удаления от нас, так как линия горизонта находится выше. Продолжение следует... ... 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 намечаем ось симметрии для эллипса проверяем относительно края листа насколько она у нас получилось ровно и не под углом ли она расположена можно также воспользоваться нашим листочком помощником также можно для этой цели использовать и линейку но я обычно пользуюсь именно таким листком найдем середину эллипса это будет также и центральная ось нашей тарелки и это ось также должна быть у нас обязательно вертикальной не под углом находиться поэтому мы ее можем проверить относительно края листа далее изображаем сам эллипс он у нас непременно должен быть симметричным правая часть должна выглядеть как отражение левой части нижняя часть эллипса при этом может быть чуть более крупной чем верхняя часть потому что она у нас находится дальше от линии горизонта края эллипса не должны быть заостренными это очень важно в целом в эллипсе нет ни прямых линий не острых углов он весь такой вот очень гладкий и округлый по форме также изобразим эллипс в нижней части нашей тарелки нашего блюда и здесь у нас еще один эллипс присутствует если мы наметим его горизонтальную ось она будет находиться немного ниже чем ось нашего верхнего эллипса и если бы мы хотели изобразить дальнюю сторону эллипса она бы чуть ниже находилась чем дальняя сторона нашего первого эллипса ну и нижняя сторона соответственно у нас находится также под этим эллипсом повторяет его форму у нас здесь небольшая есть проблема сейчас мы проверим линия должна быть у нас немножечко правее линия симметрии вот она чуть ее сдвигаем с помощью ластика клячки можно ослабить построение таким вот образом далее мы проверяем наши боковые стороны они у нас должны находиться на одинаковом расстоянии от центральной оси и теперь здесь также изображаем эллипс теперь давайте нарисуем здесь также раскрытый эллипс обязательно у нас должно либо оставаться расстояние между орехом и вот этой вот линии либо мы орех можем изобразить немножечко внахлёст теперь мы можем уточнить построение нашей баночки здесь у нас также присутствует эллипс но он у нас не полностью виден поэтому мы можем его только лишь наметить обратите внимание что этот эллипс на дальнем плане не должен быть более раскрыты чем эллипс который находится ниже так как этот эллипс находится ближе к линии горизонта а чем ближе у нас эллипс лежащий на горизонтальной поверхности к линии горизонта тем он будет менее раскрытым так как этот эллипс своя эллипс вот таким вот образом мы наметили наш дальний эллипс у нас баночка стоит прямо у стены вот таким вот образом теперь мы можем изобразить доски жизни они параллельны но на нашей работе они не должны быть параллельны так они будут сходиться на линии горизонта здесь не очень резкое перспективное сокращение поэтому нижняя часть каждой из досочек будет только чуть чуть уже чем верхняя часть вот таким вот образом теперь мы можем изобразить а и что и а though и и а здесь наметили темный элемент на поверхности айвы и также изобразим детали на остальных фруктов здесь такие вот небольшие выпуклые части находятся на фрукте и здесь у нас также наш выпуклый фрукт находится есть очень такие живописные тени падающая тень от окна и и здесь у нас также есть половинка грецкого ореха мы ее также изображаем внутренние детали боковую часть изображаем этой половинки один из орехов у нас находится левее и надо подумать насчет расположение еще одного ореха может быть его немножко поместим правее и ну что ж вот такое вот расположение можно для него выбрать ну что ж друзья на этом мы можем закончить работу над нашим построением и перейдем уже к работе в цвете нам понадобятся насыщенные плотные оттенки для фона такие как темно-зеленый темно-коричневый и для наших замечательных фруктов на тарелке нам понадобятся наоборот более сочные оттенки такие как желтый оранжевый золотисто-охристый а для тарелки понадобится синий мы можем кстати на этом этапе протисовать наметить узор на тарелке для этого можно сразу использовать более темный синий цвет для того чтобы нам не пришлось эти линии затем стирать очень интересный геометрический орнамент здесь у нас присутствует далее используем желтый и накладываем боковой частью мелка цвет на бумагу обратите внимание что у меня бумага достаточно плотная и она в общем-то принимает большое количество слоев пастели поэтому я не сильно убираю построение так как его можно просто закрасить ну или чуть-чуть ослабить если вы используете бумагу с ячейстой фактурой например консон метант или бумагу фабриана тициана то я вам рекомендую чуть более тщательно убрать те линии которые уже не понадобятся если уже у вас абразивная бумага например консон метант то она принимает много слоев и легко закрасить один цвет другим далее мы можем использовать также светло-бежевый и охристо-бежевый цвет для того чтобы показать области света на наших фруктах свет у нас падает из окна он естественный очень мягкий и соответственно источник света сверху и слева значит и области света на фруктах находится также сверху и слева области тени на них будут находиться соответственно снизу и справа для теней можно также выбрать теплые оттенки но уже более темные можно взять вот такой плотный оранжево-охристый оттенок набираем тон широкими энергичными мазками если у вас бумага такого серо-охристого цвета то можно чуть растушевать получившиеся штрижки для того чтобы у нас был ровный тон и у нас чуть просвечивает оттенок бумаги через наши сочные цвета и до сих пор добавляет какие-то новые оттенки цвета ну что ж мы набросали общие цветовые отношения далее давайте перейдем к изображению стены на дальнем плане которая находится она у нас очень красивого изумрудного оттенка достаточно насыщенного но при этом не ядовитого то есть нам нужно подобрать подходящий тон возможно у вас есть один идеальный подходящий мелок а может быть вам придется составлять нужный цвет путем смешения я использую очень темный зеленый почти черный а также чуть более светлый зеленовато серый цвет и наконец насыщенный плотный изумрудно-зеленый цвет можно даже в карандаше где-то использовать цвет если нужный оттенок у вас есть только в карандаше тогда мы наносим штришки довольно близко друг другу укладываем карандаш плашмя и у нас тон получается довольно таки плотным также мы можем в нижней части использовать такой вот зеленоватый цвет и даже коричневый можно кое-где также использовать далее мы можем взять бумажную палочку растушевку и вот так вот мягко растушевываем получившиеся оттенки где-то может быть нам захочется чуть более светлый оттенок взять и мы можем его положить поверх вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И постепенно набираем также другие цвета в нашей работе. Тени на оконной раме могут быть очень плотными, темно-коричневыми. И такого же примерного цвета могут быть и тени под нашей замечательной тарелкой, а также падающие тени от других предметов на плоскости стола. Также нам понадобится темно-синий для теней на толщине тарелки. Если у вас темно-синего цвета нет, можно использовать более светлый синий оттенок, а также добавлять к нему немного черного. И обратите внимание, как хорошо сочетаются у нас синие и оранжевые, ведь это дополнительные оттенки. И в цветовом круге они находятся напротив друг друга. В целом на тарелке присутствует большое количество синих оттенков. Где-то они более светлые, где-то более темные, так как тарелка у нас объемная. Продолжение следует... И наряду с синими оттенками присутствуют также на ней и светло-бежевые, белые. Насколько я понимаю, здесь справа также присутствует источник света. И мы видим отцветы от него в нижней части тарелки. Также можно добавить светлые оттенки в окне. Для этого я использую светло-бежевый, а также серо-голубой цвета. И можно использовать светло-голубой, более насыщенный цвет также. Продолжение следует... Также добавляем серые оттенки в верхнюю часть бумажной обертки на баночке на дальнем плане. И здесь у нас присутствуют вот такие вот насыщенные тона. Внутри банки полупрозрачные кусочки фруктов дают вот такой вот насыщенный тон. Также здесь присутствуют более темные, сдержанные, коричневые и окрестые оттенки. И кроме того, нам может понадобиться светло-бежевый или светло-серый цвет. Для области света на бумаге. Накладываем желтая окра, стоит она также в этой области. Продолжение следует... И также на орехах можно использовать светло-бежевый цвет для того, чтобы показать области света на скорлупе. Продолжение следует... Здесь на свету можно использовать серо-розово-коричневый оттенок и добавить в него можно немного бежевого. Продолжение следует... 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 Можно уплотнить тень, причем ее удобно изобразить как раз с помощью штриховки. Продолжение следует... Можно чуть подробнее прорисовать тени внутри орехов. Продолжение следует... И далее мы с вами можем продолжить работу над деталями. Здесь у нас нужно растушевать штрихи. Здесь также. Добавим еще слой пастели. 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 Продолжение следует... Добавим еще слой пастели. Добавим еще слой пастели. Добавим еще слой пастели. Продолжение следует... 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 Здесь можно. На порог добавить чухоли настоящие зеленые. Здесь немножко добавим фактуру. И чуть темнее сделаем эту область. У нас интересное влюбление. Можно с одной стороны подчеркнуть на него область света. С другой стороны можно добавить фруктуру. С другой стороны подчеркнуть на него область света. Влюбление. 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 Продолжение следует... 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 Можно чуть растушевать здесь материал. Добавлю немного света на раме оконной. Добавлю немного света на раме. Добавлю немного света на раме оконной. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И на этом нашу работу можно завершить. Дорогие друзья, вот мы и закончили нашу работу. Мы изобразили сочные плоды айвы на блюде с восточным орнаментом. И на примере этой работы научились строить эллипсы, а также показывать объем предметов с помощью света и тени. Я надеюсь, задание вам понравилось и желаю вам творческих успехов! Продолжение следует...